Стамбуле невозможно никуда пойти и ничего сделать без того, чтобы не наткнуться на бродячих кошек. Они повсюду в городе. Бродячие кошки процветают благодаря доброте и щедрости людей, которые там живут. Они предоставляют животным еду, воду и укрытие. Хотя наличие большого числа бродячих кошек в городе, конечно, не является идеальной ситуацией, утешительно то, что они должным образом заботятся и следят за ними. В 2019 году The New York Times оценила, что только в Стамбуле насчитывается более 125 тысяч свободно бродящих кошек. Причина заключается в том, что многие жители города являются мусульманами и их религия особенно внимательна к кошкам. Фактически, существует много примеров привязанности пророка Мухаммеда к кошкам. Поэтому легко понять, почему кошки так любимы и чтимы их защитниками города, защищающими библиотеки от разрушения мышами и помогающими защитить население от болезней, передаваемых крысами. Они оказывали ценную услугу и были очень почитаемы. Так много кошек, сказал один счастливый житель. Но, честно говоря, нам это не мешает. Они всего лишь животные и они не приносят вреда и беспокойства. Иногда они приходят и садятся во дворе или даже на вашем колене, но это не проблема точка. Эти кошки, как общие питомцы, кажется, что мы их усыновили. Мне повезло, меня выбрали две черные кошки и одна серая, которых я кормлю каждый день, без исключения точка. С таким количеством кошек в районе логично, что в местной ветеринарной больнице привозят больше кошек, чем другие животные. Люди часто находили больных или раненых пушистиков и доставляли их к ветеринарам для лечения, и врачи, конечно, не испытывали от этого шока. Они видели все это много раз и многие специализировались именно по кошкам. Это было частью их работы в Стамбуле. Иногда бывало так, что бедные животные не выживали, но в большинстве случаев людям удавалось вылечить и реабилитировать несчастных животных. В дальнейшем их стерилизовали, правильно ухаживали за ними, пока они полностью не восстанавливались. После чего или отправляли в местные приюты, где их могли забрать, либо отпускали на улицу. В любом случае, ветеринарам важно делать все возможное и заботиться о этих прекрасных животных. Местные врачи не только хотели защищать их по духовным и религиозным соображениям, но также и по моральным принципам. Но иногда даже в ветеринарной больнице случались неожиданные события, и именно здесь начинается эта невероятная история. Больница и приемная в тот день были довольно тихими, клиентов было мало, и сотрудники воспользовались этой возможностью, чтобы наверстать много незавершенной работы и оформить документацию. По загруженным дням это всегда откладывалось на второй план, ведь жизнь животного важнее заполнения бумаг. Но вдруг автоматические двери, ведущие с улицы в приемную, распахнулись. Администратор на стойке приема пациентов подняла глаза, ожидая увидеть кого-то, пришедшего со своим питомцем на прием, но увидела, что никого там нет. Возможно, кто-то прошел слишком близко к двери и активировал датчик, который автоматически открывал ее. Она взглянула на свой компьютер, но услышала странный шум. Перегнувшись через стойку, она посмотрела вниз и увидела то, что заставило ее открыть рот. За многие годы работы в больнице она никогда такого не видела. Маленькая кошка несла в рту своего котенка. Очевидно, что мама-кошечка подошла к дверям, активировала датчик и попала внутрь, будто бы знала, куда идет. Котенок в ее зубах выглядел очень маленьким и слабым и беспомощно висел в роту матери. Он смотрел вокруг блестящими глазами, казалось, немного смущенный тем, что он здесь. Мать, однако, была явно настроена серьезно и направлялась на прием. Если бы это было не так странно и необычно, это было бы смешным зрелищем. Администратор была немного растеряна видом уверенной кошки с котенком, так бесстрашно входящими внутрь. Ведь несмотря на множество кошек в районе, ни одна из них никогда добровольно не входила в двери ветеринарной клиники. Мама-кошка запрыгнула на стол с котенком в зубах и опустила его перед медицинским регистратором, смотря на женщину, как бы говоря, чтобы вызывали ветеринаров. Вокруг новоприбывших собралась небольшая толпа. Почему они здесь? Они что-то хотят или они просто заблудились из-за своей любознательности? Ветеринары должны были разгадать эту загадку. Увидеть кошку и ее котенка такими спокойными, входящими сюда. «Это что-то, что я никогда не видел до этого», сказал один из дежурных ветеринаров. Кроме случаев, когда кошки действительно больны или травмированы, кажется, они избегают ветеринарных больниц, насколько это возможно. Поэтому, когда администратор регистратуры закричала, чтобы мы пришли и посмотрели, мы были, честно говоря, поражены точка. Проверив маму-кошку, они убедились, что она выглядела здоровой и быстро перешли к котенку. Пока они обследовали малыша, его мама не теряла котенка из виду, она осторожно следила за врачом, доверяя человеку, но не выпуская из поля зрения. К счастью, выяснилось, что котенок хоть и был слишком маленьким и истощенным, но в целом находился в порядке. Его единственной проблемой было то, что он хронически недоедал. К тому же, похоже, что этот котенок был самым слабым в помете, и он просто не успевал получить питание из-за более сильных братьев и сестер, которые банально выталкивали его от мисок с едой. Внимательная и заботливая мама-кошка сделала то, что сделала бы любящая родительница, ищущая медицинской помощи для своего ребенка. Котенок явно нуждался в помощи, и его мать понимала это. Это удивительно, что кошка так инстинктивно поняла, что один из ее детенышей нуждался в экстренной помощи людей, сказал один из ветеринаров, который лечил этого маленького котенка. Это поистине удивительное явление в животном мире. Ветеринары предоставили котенку пищу, воду, поставили капельницу и сделали несколько прививок, чтобы защитить его от болезней и помочь ему быстрее стать крепким и здоровым. Кошку тоже подкормили. Медсестры и врачи думали, что после оказанной помощи необычные пациенты просто спрыгнут с кушетки и уйдут, но у этих пушистых созданий были другие планы. Перед прощанием, когда они были готовы вернуться на улицу, мама-кошка обошла каждого сотрудника, потирая свое тело о них, как бы говоря «спасибо тебе». Это был очень трогательный жест, который показывает, что у кошек действительно есть некий уровень эмпатии и эмоционального интеллекта. Врачи и медсестры потратили много времени, гладя обоих пушистиков, прежде чем отпустить их. В конечном итоге, мать и ее котенок вышли из той самой двери, через которую они пришли несколько часов ранее. У них были еще какие-то приключения, другие места, которые им предстояло исследовать, и вера в то, что вокруг добрые люди, готовые помочь им в сложной ситуации. Можно было бы считать эту историю выдумкой, однако все происходящее было заснято на камеры и распространилось по всей Турции, а затем и по всему миру. Это было поистине удивительно. Эта кошка имела храбрость и ум, чтобы найти медицинскую помощь для своего больного ребенка, она вычислила, где находятся ветеринары, и с нетипичной уверенностью пришла в клинику требовать помощь своему малышу. Благодаря ее быстроте и решительности ее котенок остался жив и здоров, получил заряд витаминов и сил, чтобы бороться в другой день. А как бы вы реагировали, если бы вы увидели бродячую кошку, несущую своего больного котенка в ветеринарную больницу? Вы бы когда-либо подумали, что кошки могут быть такими заботливыми и внимательными к своим детям? Люди контактируют с кошками тысячи лет, однако эти прекрасные существа не перестают приятно нас удивлять.